Арбитр всесоюзной и международной категории, почетный спортивный судья России по мотоболу, тренер детского и взрослого футбола с 40-летним стажем. Все это результат детской любви, которая продлилась всю жизнь. А началось все в далеком 50-м, когда старший брат взял с собой 8-летнего Костю на столичный стадион «Динамо». Тогда на футбольном поле встречались команды «Спартак» и «Шахтер». Я этот момент и эту встречу пронес через всю жизнь. То есть она у меня в памяти. Это незабываемо. Матч был результативный, голов было много. С тех пор все и закрутилось. Константин записался в секцию футбола стадиона юных пионеров. Впоследствии стал выступать за юношеские команды московского клуба «Серп и молот» и видовскую молодежную футбольную команду «Труд». Проявивший себя в молодежных командах, Константин получает приглашение на стажировку в московское «Динамо». Я два месяца осенью 1962 года ездил на тренировки. Видел всех и основного состава, там и Яшин был. Однако попасть в основной состав «Динамо» не удалось. Пришла повестка в армию. Не помогло даже ходатайство из футбольного ЦСКА с просьбой оставить его служить в Московской области. После службы Константин Григорьевич вернулся в «Видное» и продолжил выступать в различных турнирах областного уровня. В это же время он увлекся мотоболом. В целом я должен отметить, что и поле, и разметка, как в футболе, игра с мячом, гол надо забить. Так началась его 35-летняя судейская карьера в этом новом тогда виде спорта. За это время он отсудил почти полторы тысячи поединков, 200 из которых международного уровня, 35 всесоюзных первенств, 12 чемпионатов и Кубков Европы. А как судья он был, по новому мнению, конечно, если сейчас выстраивать иерархическую лестницу, то, конечно, Костя будет на самом верху. Говорят же, что первая любовь не проходит никогда. Наряду с судейской деятельностью Константин Григорьевич продолжал жить футболом. В разные годы он был видным тренером детских футбольных команд. Сначала команды «Искорка», которая выиграла областные соревнования «Кожаный мяч», а потом у футбольного клуба «Металлург», который стал финалистом Кубка Москвы. Сейчас Константин Котельников на заслуженном отдыхе. Однако бывших футболистов не бывает. В эту свою 75-ю зиму он по-прежнему нетерпеливо ждет, когда с футбольных полей сойдет снег. Илья Кремнев, Алексей Руднев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.